Всем привет-привет! Ну а сегодня у нас обзор на Эвент Война Машин. Война Машин это групповой Эвент. Если в тех же самых БК, Дрожжи Земли, вы получаете свою персональную награду за занятое вами место, то здесь, если вы играете без группы, вы не получите ничего, даже если вы будете постоянно ходить на полигоны. Групповой Эвент это награда в виде кирпичей за резиденцию. Давайте немножко окунемся в историю и вернемся в 2017 год. 2017 год был тем годом, когда был введен Эвент Война Машин. За это время он несколько раз менялся и в конце концов в таком виде, который сейчас, он дошел до вашего участия в нем. Рейтинг позволяет получать кирпичи, которые отстраивают вам резиденцию. Если вы до сих пор не нашли себе группу, хорошую группу, потому что от хорошей группы зависит ваша мощность. От хорошей группы зависит мощность вашего музмеха. Ну и конечно бафы, бонусы, очень много дает резиденция. У каждого она разная резиденция и поэтому группу вам подбирать нужно самим. Ну а давайте сейчас именно к наградам. По наградам и местам, конечно, все у вас есть, если вы спокойно нажмете на значок Война Машин. И здесь видно кирпичи, кирпичи, кирпичи. Но без них никуда, потому что все бонусы в группе как раз в резиденции идут за кирпичи. Но это не значит, что если вы без группы, вы не можете получить свои бонусы. Давайте я вам покажу два геймплея, именно два геймплея, где есть возможность получить какие-то бонусы. Первый будет групповой и второй это соло, где вы можете получать свои бафы. Посмотрим. Ну а сейчас давайте немножко к геймплею. Два вида, два вида наших битв именно на Войне Машин. Ну и первое, короче, видео, вот это когда группа дерется против группы. Это основная задумка разработчиков. И здесь расстановка музмехов, расход элитный, очень много расхода, который вылетает просто, ну как бы на раз-два. Поэтому Войну Машин многие не любят. Ну и третье, это полное подчинение командиру, потому что он диктует тактику, он диктует кого бить и так далее. То есть это очень интересная вещь, поэтому многие ходят на Войну Машин. Я не очень люблю Войну Машин, благо лидер меня сильно не напрягает по этому поводу. Я просто работаю допоздна, поэтому я не успеваю. Ну и второй, который мне больше, вот честно, мне прям реально больше нравится, это соло. Вот соло я люблю играть. Соло это трехтонники, это десятитонники. Вот смотрите, видите, вот так они выглядят. Для них есть специальные ключи. И вот чтобы их получать, я хожу обычно на полигоны. Просто на полигон записываюсь и иду на полигон. Ну и конечно же стараюсь бить туда, куда бьют все. Кидать протонки по возможности. Поэтому две-три протонки, пожалуйста, имейте с собой. И где их достать? Ну, выкрутить в колесе фортуны. Вообще Война Машин все-таки групповой, Эван. Именно групповой. И соло не дает вам много бонусов. Но все равно, если интересно будет, и вы прямо лидер какой-то из групп, вот прям решили свою группу организовать, пожалуйста, на ютубе посмотрите тактики. Есть тактики битвы на, ну, на Войне Машин. Будет интересно, посмотрите. Война Машин для меня интересует больше все-таки в соло режиме. И я так часто играю, как на Жесте. Ну, а как бы хотите вы играть или участвуете ли вы в Войне Машин, это, конечно, вам решать. Но в соло обязательно, в соло обязательно участие, потому что все-таки можно получить ключи. И можно на халяву прокачаться. Участвуйте обязательно в Войне Машин. Это качает ваш мужмех, это прокачивает ваш персонаж. Не пропускайте Эвент. Он все-таки ключевой.